Продолжение следует... 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 какие созданы условия, как совершенствуется у нас материально-техническая база непосредственно данной консультации перинатального центра. То есть обсудили значимые вопросы. Для нас самое главное, чтобы женщина с удовольствием приходила сюда, не боялась, получала качественные услуги, могла получить услуги любого врача, который ей нужен на данный период, и, конечно, чтобы ее сопровождали. Вот с того момента, как эту радость она узнала, до появления ребенка, это профессионалы, которые окажут любую помощь. Как работает новый национальный проект «Молодежь России»? Региональное отделение партии «Единая Россия» и «Молодая гвардия», представители Министерства по делам молодежи, студенты и преподаватели внесли свои предложения в новый нацпроект. Студент СКГТА Мурадин Айдынов считает, что для социализации молодежи, которая только вступает в студенческую жизнь, должен быть создан специализированный центр с названием «Учимся жить по-новому». Не каждый решится обратиться к психологу в учебном заведении. Это такой центр, где будут собираться молодежь, которым нужна помощь. Помощь в социализации, помощь в адаптировании, в новой среде, по сути говоря. Несмотря на большое количество волонтерских организаций в нашей республике, необходимо создать волонтерский центр, где добровольцы будут проходить обучение и подготовку. Эти и другие предложения молодых людей обсуждались с целью внесения в нацпроект «Молодежь России». Это федеральная программа поддержки для самореализации граждан от 14 до 35 лет включительно. Она призвана объединить все механизмы государственной поддержки для молодежи. Продолжаем наш выпуск. Сад памяти. В Черкесске в парке культуры и отдыха «Зелёный остров» появилась аллея ветеранов. Молодые саженцы высадили люди старшего поколения, посвятившие себя работе в правоохранительных органах. Подробности у Али Баташева. Каждый саженец опускается в лунку, обильно политой водой и засыпается землёй. Работа на свежем воздухе сама по себе является удовольствием. А здесь ещё и польза огромная для экологии. И память для потомков останется, говорит пенсионер МВД из республиканской столицы Надежда Печура. Сажаем деревце молодое, чтобы проходили люди, и в том числе ветераны органов внутренних дел, которые приходят на пробежку, на прогулки, чтобы отмечать шаг с свежим сосновым воздухом. Мы надеемся, что они вырастут большими деревьями, и воздух здесь будет чист, как и на всём в илёном воздухе. Решили оставить память и назвать вот эту аллею, что мы сажаем сегодня, аллеей ветеранов. Чтобы оставить память молодёжи, чтобы помнили, чтобы учились на таких делах наших ветеранов, наших стариков, наших ветеранов. В этот день ветеранами МВД из Черкеска было высажено 50 саженцев сосны. Акция «Сад памяти» – это дань уважения нашим предкам, которые сражались за мирное небо в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, она направлена и на решение актуальных задач в сфере экологии, озеленения городов и посёлков, восстановления лесных насаждений и сокращения углеродного следа. Акцию «Сад памяти» планируют провести в каждом районе Карачаева-Черкесии. Али Баташев, Казим Байбанов, Вести Карачаева-Черкесия. Кружись, как 200 лет назад. Современность подарила огромное количество модных танцев, которые интересны и детям, и взрослым. Однако есть подвижники, уверенные в том, что классика, нежный вальс, мужественная мазурка, озорная полька всегда останется любимой и востребованной. Среди их числа и старшеклассники из Зеленчукского района, которые на весеннем балу продемонстрировали умение танцевать. Фатима Даурова приобщилась к танцевальной этике. Окунувшись в атмосферу школьного бала, по неволе на ум приходят строки великого классика русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал. Легко базурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего же более, Свет решил, что он умел и очень мил. Выучив фигуры бальных танцев, кавалеры и их прелестные спутницы сейчас соревнуются в совершенстве и изяществе их исполнения. Весенний бал с легким флером на невесомую утонченность прошлых веков открыл, как и полагается по всем правилам этикета, торжественный полонез в исполнении школьников Зеленчукского района. 38 танцевальных пар, представляющих свои учебные заведения, сошлись в вихре танца на площадке первой школы Станицы Старожевой. Сегодняшний бал – это уникальная возможность окунуться в аутентичную атмосферу 19 века и почувствовать себя людьми того времени. Вот это платье длинное, этот прекрасный веер, это просто как будто мы перенеслись во времени и находимся как раз в той эпохе. Интересные танцы в красивом исполнении, что мужчина может так себя вести во время вальса. Очень интересные и веселые движения, поднимается настроение из-за них и хочется повторять его еще и еще. Задорная полька приглашала всех присутствующих присоединиться радостными хлопками и притоптываниями к своему веселому ритму. В ходе подготовки к торжеству милые дамы прошли мастер-класс по бальному этикету. Например, научились тайному языку веера, которым пользовались барышни строгих правил. Если веер полностью открыт и девушка отмахивается им, то значит то, что она замуж. А если он закрыт, то вы безразличны. Кавалеры направляют и защищают свою партнершу, а дама получает удовольствие и наслаждается танцем. Организаторы, которые придумали это мероприятие, решили возродить красоту бального танца. Что там греха таить? Сейчас ребята не умеют танцевать. А мы в свое время очень хорошо танцевали, особенно считалось престижным, когда мы танцевали вальс. И вот самый красивый и романтический, воздушный и пластичный король бальных танцев, его величество вальс, закружил в своих вихрах все танцевальные пары. Он стал кульминацией торжества. На балу важно все. И безупречно танцевать, и роскошно выглядеть, и правильно себя вести. И главное – получить положительные эмоции. И судя по всему, у ребят сегодня все получилось. Патима Дурова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Приближается День космонавтики. Федерация шахмат Карачаева-Черкесии и региональное отделение КПРФ организовали шахматный турнир, приурочив его первому полету человека в космос. Альбина Ламкова расскажет подробнее. Приветствую всех участников турнира. Желаю удачно подозвольной игры. Всего лично, что турнир приурочен в торжество человеческого разума и науки, первому полету человека в космос. Надеюсь, мы в будущем увидим из числа наших шахматистов и участников чемпионатов России и мира. Попробовать свои силы в турнире по шахматам Кубок Гагарина решили 30 человек. Проходят соревнования в третий раз. Организаторы рассчитывают, что турнир станет традиционным. Надеясь на то, что каждый из игроков поймет, насколько важно быть мудрым предводителем шахматного войска. Как продолжатели коммунистической партии не могли пройти мимо этой великой даты. И сделали, учредили такой шахматный турнир в надежде, что молодые, юные шахматисты, принимая в нём, тоже будут интересоваться историей, я думаю, более глубоко. И будет интересно, почему именно наша страна победила в космической гонке. Шахматы – это игра для терпеливых и усидчивых людей. Молодое поколение наших шахматистов охотно участвует в соревнованиях и относятся к ним серьёзно. Даже самые маленькие участники в этот день были уверены в себе. И за шахматной доской не пасовали при первых неудачах. Я играла здесь в черкесске. Мой тренер – Акбаев Казбек. Чтобы выиграть, что нужно для этого? Думать. Насколько ты думаешь? На все сто процентов. Стараюсь победить. Ясмина Кумратова – уже опытная шахматистка. За плечами у девочки серьёзные победы. Начала играть в шахматы я примерно пять лет назад. Мой учитель Джамбе Хусневич. Все участники боролись достойно. Организаторы турнира надеются, что этот вид спорта станет популярным в нашей республике. И именно наши дети своей блестящей игрой дойдут до вершин шахматной короны. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести Карачаево-Черкесия. Уже два десятка лет молодые дзюдоисты практически из всех регионов России съезжаются в Карачаево-Черкесию для того, чтобы поучаствовать в мастерском турнире памяти депутата парламента республики, президента федерации дзюдо Карачаева-Черкесии Арасула Табиева. Этот год не стал исключением. На этот раз более 140 спортсменов собрал дворец спорта юбилейный в Черкесске. Алла Качиева подробнее. Сам занимался дзюдо, мечтал, чтобы в нашей республике было как можно больше спортсменов и посвятил свою жизнь развитию физической культуры и спорта. Ушел из жизни рано, но оставил за собой хороший пример. Уже 20 лет в Карачаево-Черкесии проводится мастерский турнир памяти депутата Народного собрания республики, мастера спорта СССР по дзюдо Арасула Табиева. Спортшкола «Олимпик», основанная Арасула Майгуфовичем, выступает одним из главных организаторов соревнований. На этом турнире я в первый раз и на протяжении долгого времени турнир проводится. В этом году он юбилейный и вот совместно с федерацией дзюдо республики Карачаево-Черкесии очень долго мы хотели провести турнир на высоком уровне. И вот в этом году федерация дзюдо России решила дать шанс республике и провести турнир, который является не только всероссийским с правом выполнения мастера спорта, но и также отборочным на чемпионат России. Поэтому это очень престижное мероприятие и надеюсь, что в будущем у местной федерации будут также стимулы проводить его на таком же уровне. Всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 23 лет собрали более 140 спортсменов и десятки любителей президентского вида спорта. Броски, болевые приемы, удержание, удушение как в стойке, так и в партере. Все это демонстрируют на татаме молодые сильнейшие дзюдоисты в семи весовых категориях. Такие турниры очень важны для наших спортсменов. В первую очередь это опыт, это познание соперника, это познание себя, это перенятие опыта, это набарывание какой-то практики. Во вторую очередь это уже выход, победители выходят на чемпионат первенства России, а также первому месту, кто занимает первые места, им присваивается звание мастера спорта. Соревнования шли два дня. По итогам турнира копилка медалей Карачаева-Черкесии пополнилась тремя медалями. Денислан Бачаев принес золото, а биосланка ракетов и Ренат Бастанов – бронзу. Алла Качива, Зумрат Халкейчева, Мухаммед Ашебоков. Вести Карачаева-Черкесия. Они неприхотливы, работоспособны, отличаются хорошей координацией движений, крепкой конституцией и выносливостью. И все это карачаевская породия лошадей. Наш специальный репортаж об одном из представителей племенных животных. А я с вами прощаюсь, хорошего вам настроения и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова